Что такое ипотека с господдержкой? Это допинг для всего рынка, ну очевидный, да, который привел как к положительным последствиям, так и к ряду негативных эффектов, а именно рост цен. Но это не главная причина. Вот сегодня я прошу вас вовлечься в нашу дискуссию и попытаться поразмышлять, что делать дальше, что будет с рынком, кто мы на этом рынке, мы бизнес или мы про людей, это очень важно. Я считаю, во-первых, что ипотеку господдержку пришлось продлить, подтверждает, это не допинг, это наркотик. Ай да дядькин, ай да сукин. Итак, я сейчас буду играть несвойственную себе вообще роль, некая помесь Ирины Винер и Александра Гордона. Я так никогда не делаю, но сейчас попробую, прикольно, интересно, мне тоже интересно. И вам должно быть интересно, потому что вы сейчас можете их, вот этих вот коронованных ребят, циан, который, да ладно, ладно, как ни надень, корон-то, она же там торчит, ВТБ, который понты-понты дороже денег. Так, абсолютно все, слышно вот так, слышно? Хорошо. Так вот, значит, вот всех, вот этажи, которые у нас самые крутые чуть ли не по России. Вот давайте посмотрим, насколько они крутые, потому что наша задача сегодня, ну, игра, игра, смысл игры, это игра. Да, давайте попробуем с ними поговорить на эту тему, но прежде я хочу вот что спросить. Значит, коллеги, поднимите, пожалуйста, руки в зале. Те, кто представляет регионы, для которых льготная ипотека оказалась вау, ништяк, спасением, продажи полетели, цены выросли и так далее. Поднимите, пожалуйста, руки. Подавляющее большинство. А теперь поднимите, пожалуйста, руки, кто считает, что после первого июля льготная ипотека в их регионе, ну, если не свернется совсем, как считаем мы в Москве, то, по крайней мере, превратится в нечто номинально присутствующее и не более того. Ну, тоже немало, однако-то половина все-таки осталась. В общем, вот те, которые считают, что свернулась, мы вас ждем через полчаса. А для остальных, Евгений, вы, наверное, сейчас расскажете, что такое льготная ипотека была, есть, но и будет в каком-то обозримом будущем. Я могу без презентации. Отрегулируйте меня, пожалуйста. О, пошло. Здравствуйте, уважаемые дорогие друзья, уважаемые партнеры. Я хочу сказать вам большое спасибо. Я вас всех очень сильно люблю. Большое вам спасибо за все. Так, поехали. Короче, что в прошлом году было? Реально вспомни ситуацию года назад. Все было заморожено. Застройщики, девелоперы дома просто сидели, ничего не строили. МФЦ, Росреестр, все работало со сбоем. Да и банки работали со сбоем, и мы не понимали, что будет. И вдруг одна из самых или самая эффективная мера, которую приняли, это, кстати, спорный тезис, правительство Российской Федерации и приняло программу ипотека с господдержкой по ставке 6,5%. И она, как живая вода, оздоровила весь рынок. Рынок просто полетел вверх по итогам года. Плюс 50% выдачи ипотечных кредитов. Ипотечные кредиты и выдаются на недвижимость. За недвижимостью, за ценами на недвижимость. Конечно, мы не могли успевать. Застройщики, я вот сегодня разговаривал, они не успевали переписывать цены. Это фактор, который, ну, очевиден, был на рынке. Да, плохо или хорошо? Ответим сегодня на вопрос. Если говорить о влиянии господдержки. Совсем недавно была жесткая полемика. Ну, такая, вы вышедшая в средства массовой информации между Центральным банком, между профильными министерствами. Отменять, сокращать. И здесь есть какой-то полумер. Есть решение о том, что мы ее продлеваем. 3 миллиона. Я напомню, сумма, поэтому не коснулась, наверное, большей степени крупных регионов. И коснулась большей части России, где цена метра квадратного невысокая. Что происходит дальше? Это вот вопрос. Благо и вред. Что такое ипотека с господдержкой? Это допинг для всего рынка. Ну, очевидный, да, который привел как к положительным последствиям, так и к ряду негативных эффектов. А именно, рост цен. Но это не главная причина. Вот сегодня я прошу вас вовлечься в нашу дискуссию и попытаться поразмышлять. Что делать дальше? Что будет с рынком? Кто мы на этом рынке? Мы бизнес или мы про людей? Это очень важно. Все, завершил. Большое спасибо. Передаю слово Валерии Мозгановой. Спасибо большое. Да, коллеги, я понимаю, там отвлекающий маневр, да? Ну, тут ты уже ничего не сделаешь. Пытаемся, да. Я тут ходить, тут туда-сюда, как обычно. Вот я сейчас тоже раздражаю, что маневр я ее проходит. Я здесь его буду, потому что вопрос прежде всего есть. Ира Доброходова, которая классно чувствовала себя весь 20-й год. Спится ли вам сейчас спокойно, когда вы видите цифры, что 10 триллионов и больше долгов у россиян, что 142 тысячи на каждого работающего россияна, россиянина в среднем по статистике, долгов ипотечных, плюс 26% рост, и это будет дальше и дальше, в том числе и вашими стараниями по продажам. Как вам спится ночью? Спасибо. Я думаю, это дьячки, но должно не спаться по ночам. Мяч кидайте, отвечу. А мы, да, мы сидим нормально, потому что из всего, что мы видим, очень маленький процент, пока идет невозвратно. И вообще банки очень быстро реструктурируют. И на сегодняшний момент мы, наверное, еще не совсем поняли вот эти долги. А самое главное, ну, коротко отвечать. Все. Очень, 5 секунд. 5 секунд. Мы не поняли еще, что произошло, но вы продали очень много. Спасибо. Значит, я хочу сказать, что у меня, как у арбитра матча, есть возможность, если я понимаю, что игрок хорошо отвечает, но ему не хватает времени, время добавлять. Вот. Вы, кстати, игрок тоже можете добавлять. Еще, еще. Как там? И мы тогда добавим лего. И да, в преддении. Почему банки ничего не предприняли? Ну, понимали же, да, все лего. Что, президента надо надо дождаться, чтобы он ножкой топлив. Почему банки молчали? А, слушайте, а в таком негативном аспекте, а что и случилось-то? Так-то все нормально, как и профессиональные участники рынка. Построились, да. Люди в большей части получили ипотечные кредиты в рамках своей нужды или улучшения межречных условий. Взяли ипотечные кредиты по низкой ставке. Большая часть вовремя в отдельно взятых регионах цена выросла. Но на то это и рынок, да, когда предложения много или мало. Спасибо. Все рассудит рынок. Ага. Вот сейчас выключал ответ. Варень, а есть предложение? Вы сейчас просто проголосовать. Если все, или как арбитр добавляется. Нет, отлично. Значит, я предлагаю проголосовать. Нет, нет. Напоминаю, если ответ понравился, вы возьмите синий флажок. Если вы не согласны синий флажок, таким образом мы поймем вообще, как говорится, витрозу в палате. Да. Итак, Ирина Добрасутова. Ваши флажки. Синий, 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 синий. Это ваши друзья там, да, синий? А-а-а, так вот это заговорной матч. А-а-а, мы спим теперь. Так, ответ Евгения Дячкина. Синий. Где хоть один белый этот смелый человек? Вот то есть все согласны, что нифига не случилось. Все хорошо. Народ получил свою ипотеку. А те, которые говорят, что ребята вообще давным-давно надо... Набиулина, а-а-а, Заманина. Сейчас всей аудитории. Она не права. А правду с нуля с дядьками, которые говорят, что надо... Ну, Заманина. И продлеваем, да? Продлеваем. Хорошо, продлеваем по этому поводу. А-а-а, Циану вопрос. Кто, да, летит мячик в Циану. А-а-а, с вашей точки зрения, кто сколько? Сколько вы потеряете в деньгах, в бизнесе? Сколько вы потеряете после первой жизни? Кто вообще больше денег потеряет в бизнесе? И сколько? Из вашей точки зрения? Потеряют те, кто работают в крупных городах? И мне будет немножко меньше выдох, да? И у бизнес-прощиков, и у бизнеса, и у банков. Но в целом, я думаю, что выиграет огромное количество семей, у которых дети. И я хочу сказать, что кроме трех миллионов, есть вторая часть ипотеки. Мне кажется, очень важно, да? Что есть программа для ребенка после первого июля, после первого января 2018 года. И мне кажется, что это важное дополнение, которое мы часто забываем. А помимо этого, выигрывает куча простых людей, которые помогут себе наконец купить то, что они давно собирались. Я считаю, что это главная за штука. Спасибо. Спасибо. Голосуем. Это синий. А скажите, почему голосуют не все? Дети не голосуют. Вот те, которые не голосуют, они считают, что... Может, у вас флажков нет? Может, у вас флажков нет? У вас нет флажков? А, флажков нет. Коллеги, а можно тогда как-то попробовать решить? А можно им белые раздать? Ну, чтобы они голосовали. Да, вот это я согласна. Я согласна совершенно. Илья, я тут на одном мероприятии недавно дивную совершенно услышала трактовку. Здравствуйте. Ну, кто же у нас виноват, что вот льготная ипотека так цены разогнала? И вообще, кто виноват? Значит, льготная ипотека не виновата. Банки считают, что не виновата льготная ипотека. Это все сути. Мигранты, которых нету на стройках, которые стоят, может, не фитон. Говорят, да и я не виновата. А-а-а. Еще там арматурщик, да, металл подорожал. Нет, там тоже все. Короче, у нас осталось два виновата. Топрощики, которые жадные и цены подняли. Покупатели, которые побежали покупать. Чего не побежали покупать? Да, или да. Чего не побежали покупать? Не побежали бы? Не было бы такого роста, что ли. Время. Смотрите, на самом деле, я считаю, виновата система Эскол, которая резко ограничила объем предложения. Поэтому застройщики, они же бизнесом занимаются. Если у них берут за эти деньги, они нормальные люди, они будут повышать. Мы все бы на их месте действовали так же. Но второй момент, это все-таки пандемия. Люди поняли, насколько они любят дома, квартиры. Надо их расширять. Это про транспорт, это очень важно. Вот, что реально. Ага. А можно я сейчас на правах арбитра кому-нибудь одному, кто не согласен, дам слово? Будьте добры. Вот кто был, я не видела отсюда, кто был не согласен с ответом Эльдара? Кто был не согласен с этим ответом? Да, поднимите, пожалуйста, те белые флажки. Да. Вы готовы прокомментировать, почему вы не согласны? Пожалуйста, микрофон. Добрый день. Большое спасибо за мероприятие. Очень интересно. Но вы правильные вещи сказали, да, и доля разумной истины, конечно, в этом есть. Но я считаю, что не надо забывать еще и о социальной ответственности перед гражданами. Конечно, соблазн велик, да, воспользоваться сейчас этим предложением. Но что будет дальше? Мы как-то вот, ну, вот как один из спикеров сказал, что мы пока не понимаем, что происходит, и мы, наверное, не готовы за это брать ответственность. Но я считаю, это неправильно. Если вы одни из крупнейших игроков этого рынка, вы работаете на условиях того, что диктует вам государство, то вы в тандеме с государством должны подумать о том, что будет дальше и с рынком, и с долгами, ну, и с возможностью в дальнейшем купить эту недвижимость. Ну, это мое мнение. Спасибо. Спасибо. Банкам вопрос, Евгений. Итак, 1 июля. Москва, Петербург, Сочи, Севастополь. Там целый список городов, которые мимо денег. В 59 регионах, согласно статистике, льготная ипотека будет получена с куда большим трудом, ну, или фактически не будет получена вообще. Что вы готовы предложить? Насколько вы готовы упасть в своих доходах, сверхдоходах 2020 года, чтобы вообще поддержать людей? Не надо про застройщиков, про людей. Я сразу же хочу сказать, я вообще за свободную конкуренцию и за рыночное регулирование всего, чего можно. И когда, конечно, есть определенная составляющая трат бюджета, то она должна быть направлена исключительно на поддержку либо социально защищенных групп населения, как в ситуации сейчас мы говорим, улучшение программы для семейной ипотеки, это первое, да, так либо на поддержку тех регионов, в которых есть высокая миграция. И поэтому ситуация… Добавляю время. Высокая миграция там, где люди живут просто плохо, там холодно, там химии много, там производств вредных. И это действительно очень важно, что сейчас программа поддержки эволюционирует и уходит от массовой поддержки, которая нам была. Покупали и бедные, и богатые, понимаете, в рамках господдержки. Сейчас это не так. И это действительно очень важно, что программа эволюционирует. Ну, а вот что готовы сделать? Мы, со своей стороны, являемся активными участниками в рамках Питерско-экономического форума. Вы подписали с Дома РФ соглашение, которое будет предполагать разработку программы, возможности совмещения федеральной программы, которая сейчас есть, с региональными программами, когда есть семейная ипотека, допустим, да. А в конкретном регионе губернатор вместе с властями считает, что необходимо поддержать учителя или врача и выделить на это бюджет. И тогда за счет этих двух слагаемых ставка вообще уходит практически в ноль. Мы предлагаем поддерживать социальные защищенные группы населения. И это мы уже сделали первый шаг и приложили все усилия. Эта программа выйдет до конца года. Вот что мы предлагаем как банк. Понятно. Проголосуем за такой ответ. Ну, как-то прям единогласно. Ага, единогласно всем нравится. Коллеги, у нас есть возможность, у вас есть возможность задать вопросы. Там я знаю какие плюшки приготовленные от ВТБ. Здесь есть, конечно, да. Симпатичные. Есть ли вопросы из зала, которые мы можем задать игрокам? Да, для этого, друзья, просто прикруйте руку, дайте знак. Зал. Сначала в зал переселиться, потом самому себе задать вопрос, потом самому ответить, пройти по одессе не вложу. Да, давайте. Давайте. Пожалуйста. Пожалуйста. Ей, вопрос. Ей, что вы предложите для тех регионов, допустим, для Москвы, где мы все понимаем, для Питера, что там 90% сера, все не показали. Как будет ПАП ВТБ с этим ситуацией? Достаточно просто. Я говорил в самом начале, что рынок должен лишать. И вот эти вот механизмы, которые на сегодняшний момент реально искусственные, они не должны подрывать весь рынок. Мы, как банк, ВТБ, вместе с закрочкой вступаем в коллаборацию. И когда действительно, там, за счет снижения своей себестоимости продукта, снижаем ставку. И сейчас это рабочее предложение, которое действует на рынке. Мы сами делимся своей доходностью с нашими клиентами в рамках высокой конкуренции. Вот что должно быть. Конкуренция. Там девушка с микрофоном. И вот идет о взаимодействиях именно с банками, с партнером. Да, у нас, мы сталкиваемся с той проблемой, что у нас идет резкое поднятие стоимости. И у меня очень много потери по ВТБ сделок, потому что у нас не проходят оценки. То есть вы внедрили определенную платформу, где автоматически… Нет, подождите, это к господдержке имеет отношение? Конечно, у меня не проходят сделки по господдержке, по готовому жилью. Я не могу реализовать, потому что у меня проблем. Да, давайте тогда мы отдельно этот вопрос обсудим. Я лично к вам подойду. У вас есть возможность сейчас лично договориться с банком ВТБ вот что значит вовремя задать правильный вопрос? Спасибо. Это я в залу. Молодцы. Так, коллеги, значит, чтобы в завершении нашего первого батла, матча и так далее, блиц-опрос быстрый, короткий для всех. Быстренько все кидаем мячик в кольцо. После первого июля с новой льготной ипотекой вам будет лучше или хуже? Все так же ровно. У людей есть возможность вносить 50% и покупать квартиры в Москве за 6 миллионов. И мы посчитали, это 23 тысячи лотов на сегодняшний день в центре. Понятно, то есть застройщики, от имени которых сейчас отбывается. И так же, а застройщики готовы и уже входят давать ипотеку от 2,5, рефинансируя с банками до нуля. И многие, покупая у данных застройщиков, вообще к нулю будут стремиться. А слушайте, тогда, что мы эту льготную ипотеку раньше не отменили, у нас бы нулевая ставка была. Что, как идиоты-то, жили с ней целый год, даже больше. Слушайте, ну все достаточно просто. Вспомним вот этот допинг, а допинг это как лекарство, он применялся в период кризиса, об этом и говорил. Теперь пришло время действительно больше улыбаться и строить долгосрочную политику. И поэтому, отвечая на вопрос, я считаю, что после первого 07 станет гораздо более комфортно, поскольку больше будет социальной справедливости и больше рыночных механизмов. Прекрасно, все, ребята, не-не-не-не, мячик и еще микрофон. А можно еще сильнее, можете? И микрофон отдайте, пока они тут будут развлекаться. Да-да-да. Вы знаете, я считаю, вот, во-первых, что ипотеку господдержку пришлось продлить, подтверждает, это не допинг, это наркотик. Понимаете, привыкли, подсадили всех, и никто без нее уже не может. Поэтому, я думаю, всем мы будем просто дальше лениться, не так эффективно работать. Вот что будет происходить после 1 июля. Понятно. Так. Слушайте, я прям дико извиняюсь, но если сравнить недвижимость из кучи других отраслей России, тут все хорошо. Вы посмотрите, какое количество отраслей чувствует себя по-другому, не может быть такими радостными, веселыми в таких залах. Это реально хорошая поддержка государства, большой отрасли, которые масштабируются на всю экономику. Здорово, что это произошло. И у нас все будет тоже хорошо. Супер. Отлично. Забрасывайте тоже пальцов, вы должны ответить. Так, значит, у нас есть, наверное, вопрос. Давайте под финал. Хорошо. А у меня вот вопрос такого характера. Кому? Кому? К банку ВТБ. Ну вот, к представителю банка. При таком объеме выдачи ипотек у меня вопрос следующий. А по счетам оплачивают эти кредиты, выданные вами ипотеки в стопроцентном цене, ну то есть без прострочек. Я понял вопрос. В связи с чем у меня такой вопрос, да, я из города Новороссийска, и у нас тенденция такая вот в связи с этим еще сейчас, на рынок выставляется все больше и больше залоговых объектов. Ипотечных кварталов. Да, в связи с этим у меня вопрос. Я понял. Как вас зовут? Спасибо. Ирина, город Новороссийск. Да, да, да. Уважаемые участники матча, уважаемая Ирина из города Новороссийск, я отвечу, все достаточно просто. Журналисты очень часто говорят историю, связанную, ну это популярная фраза, ипотечный пузырь. Так вот я официально заявляю, как сотрудник, который работает внутри банка. Никакого ипотечного пузыря в помине нет. Уровень просрочки не превышает 1%. В России не было порочной практики выдачи кредитов с нулевым первоначальным взносом. Все у нас действительно достаточно хорошо. И, конечно, действия Центрального банка, как мегарегулятора, направленные на проведение превентивной политики, на сокращение рисков, на сегодняшний момент нужно оценить на оценку 5. Все в порядке. С просрочкой ничего плохого не происходит. Очень хорошие показатели. Ответил? Да, это цифровые абсолютно показатели, которые можно промониторить. Спасибо. А у нас еще есть просто подарки как раз и в Новороссийск, и в Краснодар. Прекрасно. Потому что девушки задали прекрасное. Поднимитесь, пожалуйста. Наши прекрасные помощницы придут и вам подарят подарки от банка ВТБ. Так, девушки. Спасибо большое. Очень приятно правильно и вовремя задать вопрос. Сувениры от ВТБ вы получите. Коллеги, итак, финальное голосование. Вопрос один. Короткий. Он будет короткий. Какие действия предпринимателей банка ВТБ, если рынок недвижимости просядет по цене на 20% и большинство кредитов окажутся необеспеченными? Простой вопрос. Я, конечно, очень сильно сомневаюсь. Должны сойтись другие макроэкономические факторы, которые могут к этому привести. Глобальный кризис в мире. Потому что у нас с экономикой все хорошо. Об этом четко на экономическом форуме главный спикер сказал в Российской Федерации. Я думаю, что будет. Будет, конечно, желание. И вы увидели даже период кризиса, когда люди по некоторым причинам перестали работать. Приостановились. Банки пришли на помощь. Центральный банк пришел на помощь. И ничего с просрочкой не произошло. Естественно, сейчас мы находимся на абсолютно другом уровне, как страна. Когда есть цивилизованный порядок взаимодействия с тем человеком или с группой, которые попали в сложную жизненную ситуацию. И банки, как никто, заинтересованы в том, чтобы помогать таким людям. В рамках, в том числе, своей социальной ответственности. Ответим. Все, коллеги. Нет, на этом мы заканчиваем. Значит, общее финальное голосование. Команда победила. Она отбила наши атаки, с вашей точки зрения. Да, это синие или белые флажки? Если да, то синий, если нет, то белый. Да, в основном все, кто голосует, голосуют за. Ну, подводя итог, я вам скажу так. Они, конечно, выиграли, хотя предельно честными с нами не были. Вот увидите. Вообще, вот это все сейчас записано. И вот это все сейчас уйдет. Все эти, не все, это сейчас все очень по всей стране разойдется. Поэтому у каждого здесь присутствующего будет возможность месяца через четыре, через полгода пересмотреть и сказать, «Что ж ты, Дячкин, нам говорил тогда?» А на самом деле вот оно. Великая сила журналистики. Валерий, а может быть альтернативный сценарий? Через полгода посмотрят, скажут, ай да Дячкин, ай да сукин сын. Итак, возможно, я вам хочу сказать, главное, что все мы посмотрим это через полгода. Всем огромное спасибо. Первая команда победила. Игроки молодцы. Держали удар. Они занимают места. Каждый игрок, во-первых, получает памятные подарки. Да, пожалуйста, 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 пожалуйста. Они занимают места, меняются. И меняются с игроками второго матча.